Итак, мы говорили с вами о ветхозаветном измерении миссии, мы говорили о методе Божьем, Бог избирает кого-то, чтобы благословить других, и второе, мы с вами говорили о том, что меньшинство влияет на большинство. Теперь давайте посмотрим на новый завет. Новый завет – миссионерская книга по предназначению, по форме, по содержанию и по дизайну. Это книга о миссии. И если мы говорим о ветхом завете, что там нет призывов преодолевать границы, распространять что-то, то в новом завете два фактора обусловили его содержание. Первый фактор – это личность и деяние Христа. Второй фактор – это распространение церкви об этом. Вот здесь несколько слов. В истории самым маленькой клеткой является факт. Мы говорим, что факт – это событие или явление окружающей действительности. Но большинство фактов мы с вами не воспринимаем как событие. Второе определение факта – факт – это информация о событии или явлении. И мы уже, как представители нового завета, мы с вами восприняли факт не как само событие, как информацию о событии. Например, Лука пишет даже о себе. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. То есть для него факт – это была информация, полученная от кого-то. 1-2. В то время как, например, Иоанн пишет о том, что мы видели, о том, что слышали, о том, что осязали руки наши, о слове жизни. То есть для него факт – это было само событие. Не надо думать, что если ты не участвовал в событии, ты о нем не знаешь. Историки утверждают, что мы сегодня о Христе знаем намного больше, чем его ученики. Почему? Потому что мы имеем аж четыре камеры, четыре разных перспективы, четыре разных евангелиста с разных сторон освещают его деятельность. А если бы мы были участниками события, мы бы видели только определенный ракурс. В нашей культуре говорят так. Место сидения определяет точку зрения. Когда ты занимаешь какую-то позицию, ты видишь ситуацию только со своего ракурса. Но когда у тебя есть разная информация, ты можешь ситуацию видеть с разных ракурсов. Я это понял однажды, когда пошел на футбол. Два раза в жизни был на футболе. И в то время еще на стадионе не было этих, как они называются, экранов, мониторов, чтобы повтор посмотреть. Когда «Динамо Киеве» играла с «Локомотивом» с Москвы, тоже такой интересный матч был. Как раз газовые проблемы были Украины с Россией. И там эти российские болельщики притащили такой баннер, написали «А у нас в квартире газ, а у вас?» Ну и этот баннер весь матч там будоражил этих болельщиков. Украинцы меня, конечно, впечатлили. Они в перерыве сообразили, сделали такой легкоконструированный баннер. Там было написано «А у нас газопровод, вот». И вот во время этого матча, экранов еще не было этих, я что-то отвлекся, и в этот момент забили гол. И я думаю, как бы мне гол увидеть, а событие же не может повториться снова. Команда же не может снова в такой же способ забить гол. И ты тогда понимаешь, что ты сам участник события, но ты пропустил что-то, потому что ты отвлекся. А когда ты имеешь информацию о событии, у тебя есть повторы, разные камеры, 21 камера снимает там футбольное поле. Ты вроде не находишься в процессе, и тебе не просто ракурс, а ты с разных ракурсов видишь. То же самое касается. Евангелие, когда мы имеем сегодня эту информацию с разных сторон, массу исследований, мы видим, конечно, намного больше. Хотя не всегда это переживаем в полной мере, как надо было переживать. И вот эта проблема, она тоже проблема. Второй раз, когда я попал на футбол когда-то в Англии, в Англии, по-моему, и там вот прямо над футбольным полем, вот это, трибуны, мяч полетел вправо, и 42 тысячи голов повернулись вправо. Влево, все влево. И меня это так обескуражило. Я вспомнил наше собрание, и из-за этого стал проводить исследование, которое называется 50-ническое движение взгляд с балкона. Стал ездить на балконы больших церквей и смотреть, как реагируют на, если так на футбольный матч реагируют, 42 тысячи голов вправо, влево. Все там, какая-то безадресная передача, они еще и за это заплатили, чтобы туда попасть. И на собрание. Выходит проповедник, головы так поднялись, посмотрели, опять опустились. И вот взгляд с балкона, балконное пятидесятничество, это особый, особый момент. Когда-то я был там на одном балконе, как раз чашу передают, передают, 2008 год, как сегодня помню. Такая святость момента, благовение, тишина. И тут два парня возле меня, один спрашивает, а в ТБЕ кардан на 123-й кузов? Я, конечно, чуть с балкона не упал. И вот этих историй целая масса, когда люди, находясь в самый пик момента, Евхаристия совершается. Мы вчера говорили, выходила душа с тела, хоть бы рядом посидела. Но, к сожалению, очень часто говорят о другом. И вот тот самый Торбаев, о котором я вчера вспоминал, он рассказывает в своей песне, о чем говорят. Молодая сестричка ходит в юбке метой, разобрали на братском, характер пустой. Это очень интересное творчество 90-х. А другая сестричка не надела платка, завязала тесенку, распустила влоса. Я думаю, вы понимаете меня. Возвращаясь к этим всем вещам, мы говорим о том, что факт бывает как событие, и факт бывает как информация о событии. Мы с вами получили вот возвещение церкви о нем и его делах. И когда мы дальше смотрим на то, каким образом изображается миссия, давайте откроем Матфея 1 главу. Мне было 8 лет, когда мой отец меня буквально заставил выучить 1 главу Матфея на память. Выучить родословие. У меня хорошая память была, и он мне говорит, тебе надо выучить родословие, рассказать на Рождество. Ну и я так попытался и выучил его. Вот там родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, и дальше Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Иааков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фомарии, и так дальше. Не буду рассказывать, но обратите внимание на суть. Вчера мы говорили, что у Матфея все начинается с Эммануила и Эммануилом заканчивается. В первой главе написано, и на реку дьиме ему Эммануил, а последний стих Матфея, и сея с вами во все дни до скончания века, снова Эммануил. Но давайте посмотрим первый стих. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, при этом дальше Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. Но почему он именно так ставит вопрос, почему он не пишет родословие Иисуса Христа, сына Авраамова, сына Давидова? Потому что в этом маленьком стихе Матфей показывает нам, как он будет изображать Иисуса в своем Евангелии. Большая часть Евангелия по Матфею, она посвящена деятельности Иисуса как сына Давидова. Сын Давида, то есть я послан к погибшим сынам дома, какого дома? Израилева. Это 15 глава Матфея. Когда он изображает сначала Иисуса в своей миссии, как сына Давидова, в богословии это называется партикулярная миссия, ограниченная миссия. Иисус служит только сынам Давида. Но потом Матфей начинает показывать Иисуса как сына Авраамова. А в Аврааме кто благословляется? Все народы. То есть у Матфея мы видим эту динамику от благословения Израиля к благословению всех народов. И по большому счету дальше мы это увидим у всех других евангелистов. Иисус сначала это сын Давида, но на этом не конец. Затем он сын Авраама. Второй момент, который меня здесь впечатляет, это наличие пяти женщин у Матфея, причем, извините, женщин со скандальной репутацией. Французское слово скандален, от которого произошло слово скандал, это камень преткновения. Давайте мы вспомним пять женщин, которые упоминаются в родословии в первой главе. Первая женщина это Фомарь. Вторая женщина это Раав. Третья женщина это, или вторая Руфь, а третья это Раав. Нет, сначала Раав все-таки, а потом Руфь. Четвертая женщина это бывшая Заурия ее. И пятая женщина это Мария. По большому счету репутация хорошая только в одной женщине. И моя мать всегда спрашивала, разве Бог не мог позаботиться о родословной своего сына, чтобы поместить туда женщин с более лучшим бэкграундом? Зачем и Фомарь, и Моавитянка Руфь, и Раав блудница, и бывшая Заурия ее? Я никогда в жизни не думал, вот я приехал в Израиль, говорил с этими учителями, и они говорят, так а в чем проблема Давида? Это Версавия стриптиз организовала на крыше. Это не проблема Давида. То есть это совсем другой взгляд. Я никогда не смотрел на эту ситуацию с этой стороны. Давид не является вот для них, это не грех, это Версавия его соблазнила, это не Давид совершил грех, это еврейское представление об этом. Но вопрос в чем? Все четыре женщины, они имеют очень сомнительную репутацию. Однако в миссии Бога сотрудничает скандальное человеческое и значительное Божье. Потому что одна Мария только здесь есть, и если бы мы с вами были в католической или в православной церкви, мы бы с вами учили эту мариологию, и вы знаете, там не поймешь, кому они больше поклоняются. Смотришь на икону, Мария всегда большая, Иисус всегда маленький. Приходите в католический семинарий, в католической семинарии один год изучают христологию, и четыре года изучают мариологию, учение о Марии. Вы представляете, если бы вот эти Фомарь, Руфь и остальные, они тоже имели такую безукоризненную репутацию. У нас бы была не одна Богородица, а было бы другие. Что происходит? Бог славы своей не отдает никому. Когда скандальное человеческое и значительное Божье сотрудничает в миссии Бога, в такой момент преизбыточная сила приписывается не человеку, а приписывается Богу. Ты понимаешь, что это не их заслуга. Это не их благочестие, как говорит Петр. Что вы на нас смотрите, как будто мы своим благочестием это совершили, что вы видите и слышите. Это сверхъестественное действие Бога. И этот момент очень важный. Он может кого-то смущать, но Бог берет нищего, посаждает с князьями, берет ничего незначущее. И у Матфея целая тема, если это называется, «малые сии». Помните, он постоянно говорит «малых сих» четыре или пять раз. То есть Бог способен взять малое и посрамить большое. Бог способен взять скандальное и использовать его со знаком «плюс», чтобы его миссия была совершена. И так дальше. Еще один момент у Матфея. Церковь – это главный выразитель миссии Бога на земле. 16 глава беседы в Кесарии и Филипповой. Христос говорит «Я создам церковь». Врата ада ее не одолеют. Понятно, что позже в истории церкви слова Иисуса не были правильно истолкованы. Католическая церковь стала учить о том, что Петр имеет ключи. И потом он эти ключи передал папам. И сегодняшние папы, они открывают и закрывают. Даже такая история есть о том, что папа Лев X, который был современником Лютера, попадает вроде как в рай, берет вот этот ключ, который католическая церковь якобы ему от Петра дала, потому что Петр – камень. И он всовывает замок небесного Иерусалима, Лев X, и не может открыть ворота. Не может открыть, потому что что-то не подходит. И он мучился, мучился, вызвал ангела. И ангел вышел, он говорит «Я Лев X, наместник Христа и преемник Петра, римский папа XVI века, чего не открываются ворота?» Ангел на него посмотрел и говорит «Да тут недавно Мартин Лютер был, он все замки поменял». И эта история, как бы, она говорит о том, что учение поменялось, что возрождается евангельское учение. А евангельское учение, что Христос создает церковь. На Христе она создана. Петр – это просто камешек, а не камень. И ключи, мы не можем их отождествить вот так. Церковь – это главный выразитель миссии Бога на земле, не папа римский, не мама римская, не какие-то другие особые личности. Церковь – выразитель Божьей миссии на земле. Он сказал «Я создам ее, и врата ада ее не одолеют». И дальше, когда мы смотрим на Луку, у Луки миссионерство и учения Духи Святой, они сопряжены. Деяния 1,8 говорит, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Качество исполнения миссии Бога зависит от полноты действия Духа в человеке. Вот эта тема о том, что он не только сын Давида, но еще и сын Авраама, особо у Луки представлена в истории с Симеоном. Давайте мы откроем Луки, 2 главу, 25 стиха. Кто из вас недавно с Украины, вы помните, что вчера было у нас святое, которое называется «Стретение Господне». А «Стретение Господне» – это праздник не о том, что зима с летом встречаются, или с весной там, а это праздник совсем другого толка, очень миссиональный праздник. Давайте прочитаем Луки, 2 глава, 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел Симеон по вдохновению в храм. «И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним закон и обряд, Симеон взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели глаза мои, спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Посмотрите, насколько это миссиональный текст. Давайте несколько слов о Симеоне. Это личность, такая таинственная. Православные говорят, что он еще переводил Септуагинту, Ветхий Завет, на греческий язык, и на момент, когда он встретил Иисуса, ему было 300 лет. А Анна, дочь Фануилова, была младше за него на 216 лет. Скорее всего, что это неправда. Но посмотрите на его характеристику. Ключевая характеристика здесь – чающее утешение Израилева. Слово «чаяние» – это слово «мечта». Мечтающий об утешении для Израиля. В тот момент 80% евреев жило вне своей исторической родины. У него была мечта для утешения для этих людей. И в образе Симеона мы видим картинку, как мечта может реализоваться. Вот посмотрите еще раз. Муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Первое. Праведность и благочестие – это духовные основания для совершения мечты. Если у нас есть миссиональная мечта, мы не можем обойтись без праведности и благочестия. Кто-то делает акцент на связи, на деньги. В Царство Божие такая валюта не ходит. Там вот валюта праведности и благочестия. Чтобы мечта совершилась, основанием являются именно эти качества. Я не буду углубляться вот здесь. Это не проповедь о мечте, мы о миссии говорим. Второй важный момент. Присутствие Духа Святого указывает на время исполнения мечты. Посмотрите. Дух Святой был на нем, и дальше пришел он по вдохновению в храм. Такое впечатление, что в храм он уже не ходил, потому что не имел сил. Он уже был пожилой человек, слишком стар, суперстар, как у нас говорят, слишком стар для того, чтобы по обыкновению ходить. Пришел по вдохновению, и в результате Мария и Иосиф не пришли под Симеона, они пришли по законному обряду, но произошла встреча. Присутствие Духа Святого указывает на время исполнения мечты. Третий момент. Симеон ожидал утешения длительное время. И есть такой в Луке образ интересный, когда Иисус идет уже после воскресения в Имаус, и он присоединяется к двоим, помните, там два были, Клеопа и еще один. И они говорят ему, а мы-то думали, что он есть тот, а мы-то думали, это любимая поговорка украинцев, а мы-то думали. И вот отсрочка во времени в совершении мечты не означает ее ликвидации, не означает того, что мечта не произойдет. Это необходимая часть, необходимое условие, чтобы мечта реализовалась. Еще раз. Отстрочка, ведь терминование во времени исполнения мечты не означает, что эта мечта перестает существовать. Это часть Божьего плана, чтобы она реализовалась. Симеон очень длительное время ожидал. Это отстрачивалось и отстрачивалось, но пришел момент, когда Дух Святой ему сказал, и он приходит в храм. И самое главное, четвертое, у него было отчаяние, утешение для Израиля. Но когда он взял Иисуса на руки, посмотрите, что он говорил. «Отпускаешь, ибо видели очи Мои спасения, которые Ты приготовил для кого?» 31 стих. «Пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля». Представьте, он мечтает об утешении для Израиля, но когда он берет его на руки, его мечта миссиональная, она расширяется. И таким образом исполняются слова молитвы Павла. «Отому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем». То есть Симеон просит и помышляет об утешении для Израиля, но когда он берет его на руки, его миссиональная мечта расширяется. Он говорит, это не просто для Израиля, это спасение для всех народов, это свет к просвещению язычников, это слава народа Твоего Израиля. Другими словами, Бог расширяет миссиональную мечту. Если ты в праведности и благочестии, если Дух Святой на тебе, если ты достаточно ожидаешь, эгоистичные мечты не совершаются, а Божьи мечты, связанные с благом другого, они совершаются. Даже о чем Симеон не просил и не помышлял. Господь такой масштаб дал ему миссии. И последняя мысль. Достижение мечты приносит мир. Ныне отпускаешь, раба твоему по слову твоему с миром. И вчера мы говорили, ужасное положение, когда человек уходит из жизни и слышит слово напрасно. Рано вставал, поздно просиживал, ел хлеб печали. Но когда Симеон уходит, он уходит с миром. Мечта стала реальностью. Он достиг того. И здесь, конечно, очень важно не остановиться. Важно не остановиться, друзья. Потому что некоторые среди полжизни уже мечта там не сбывается или возгордились. Есть такая знаменитая история о мировом физике, который считал, молодой человек достаточно считал, что он уже всего достиг и без его знаний мир не проживет. И однажды этот физик попал в маленький самолет и с ним летел один католический священник, был там пилот и был молодой парень, студент. И когда самолет летел, двигатель перестал работать. И пилот говорит, у нас ситуация критическая, нас четверо, а парашютов только три. И этот пилот говорит, у меня жена, трое детей, я еще жить не прожил, поэтому я буду выпрыгивать. И он выпрыгнул. И на борту осталось трое. И физик говорит, вы знаете, друзья, без моих знаний мир не проживет. Я должен спасаться. Он взял и выпрыгнул. И осталось двое. Священник и молодой человек. И священник говорит, ты знаешь, я уже прожил свою жизнь, я в мире с Богом, готов встретиться с Ним. А молодой человек говорит, все в порядке, святой отец. Только что великий физик выпрыгнул не с парашютом, а с моим ранцем. И вот история заканчивается очень трагично, потому что физик гибнет, при всех своих знаниях он не сориентировался в критической ситуации. И вот момент, Симеон ожидает исполнения мечты до конца. Он идет к ней. И в конце Бог дает ему мир. Поэтому история Симеона, она раскрывает ту же идею, что и в Матфея. Он не только сын Давида, он сын Авраама. Он не только для Израиля. Он дает спасение для всех народов, в том числе свет к просвещению язычников. В Иоанна будет та же идея. Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли верующим во имя Его, он дал власть быть чадами Божьими. И дальше, друзья, я хотел бы обратить наше внимание уже на первоапостольскую общину. Мы сделаем такую табличку, наверное, прямо не табличку, а схемку, потому что здесь тяжело выразить это в пауэрпойнте. Когда мы говорим о Духе Святом, который сходит на апостолов, мы видим на страницах Деяния апостолов как минимум пять проявлений, где действие Духа было ощутимым. Первое проявление, в чем это выразилось, на основании Деяния 1.8 и дальнейшего поведения учеников, это проявилось в том, что они благоветствовали. Давайте посмотрим на Петра. Петр не мог исповедать имя Иисуса перед служанкой. Это так было низко. Служанки – это низшая прослойка в то время. Петр свободный человек, он не слуга. Но когда служанка говорит, ты был с Иисусом, Матфей рисует вот эту прогрессию. Сначала он отрекся, потом клялся, а потом еще и божился. Но когда пришла Пятидесятница, Петр становится с одиннадцатью и говорит, это вы своими беззаконными руками, пригвоздивши ко Кресту, убили Иисуса. Что случилось с Петром? Личностью, которая перед этим не могла сказать об Иисусе, что он принадлежит к этой общине, служанке в темном угле в Иерусалиме. Дух Святой меняет его мировоззрение. Первый результат крещения Духа Святого это способность к дерзновенному благовестию. При этом это благовестие подтверждается чудесами и знамениями. Обратите внимание, в деяниях апостолов таких чудес и знамений 80. И парадокс в чем? Только два чуда Иисус совершил в синагоге или в храме. Все остальные чудеса Иисуса были на миссионерских полях. То есть предназначение чуда это явить славу Богу. Когда мы смотрим на чудеса в деянии, мы видим, что благовестие подтверждалось чудесами. Хотим сегодня чудес, нам надо идти на миссию. Именно там эпицентр высвобождения Божьей силы и славы в сверхъестественных проявлениях. Еще один момент, который здесь совершился. Вы помните, они слышали друг друга о говорящих ихними наречиями. То, что на греческом называется ксенолалия. Сверхъестественная спроможность, способность говорения на земных языках. Они получили эту способность, и люди говорили, не все ли галилеяне, как мы слышим их, говорящих нашими наречиями. Итак, первое последствие крещения Духом Святым, это способность к дерзновенному благовестию во вражеских политических и идеологических условиях. Второй момент, первоапостольская община, пережив этот опыт, она меняет внутренние отношения. И мы используем греческое слово койнуния, которое апостол Павел использует и которое Лука использует. Община, спельнота, то, что у нас называется комьюнити, гемайнде на немецком, когда горизонтальные отношения важнее вертикальных. Вы помните, что до Пятидесятницы среди учеников распространенным был вопрос, кто из нас больше. После Пятидесятниц этот вопрос на повестке дня больше не стоит. Другими словами, Дух Святой питает внутренние отношения в общине. Он гармонизирует эти отношения и в результате происходят удивительные вещи. Посмотрите, «Экклесия» – греческое слово, которое состоит из двух частей. «Эк» – извне, «кал его призывать». Во-первых, это не только евреи, но и язычники. И мы только что об этом говорили. Не только евреи, но и язычники. Интересно, что Исаия пророчествовал и говорил, что свет великий увидят колено Нефалимова, Завулонова, Приморский путь за Иорданская страна и Галилея языческая. И Иисус не Иерусалим сделал своей столицей, а Капернаум. Из 12 учеников Иисуса 11 было из Галилеи. И только Иуда Искариот был из Иудеи. И закончилось все очень плохо. И когда мы посмотрим дальше, мы увидим, что уже служение Иисуса, оно больше имело вот это измерение языческое, Галилея языческое. Второй момент. Не только мужчины, но и женщины. Вот здесь, наверное, надо больше остановиться, потому что, согласно античного представления, женщина души не имеет. Поэтому даже когда женщина была свободной по своему статусу, она не имела права участвовать в экклесии, то есть в народном собрании. Там принимали участие свободные и только мужчины. Экклесия – это форма самоуправления в греческих городах 6, 5, 4 век до нашей эры. Именно это слово приходит. Так вот, женщины не имели права там участвовать, потому что, согласно античного представления, они не имели души. То же самое было и в Иудее. В частности, Иосиф Лавий пишет, «Свидетельству женщины не доверяй из-за ее легкомыслия и пристрастия». Считалось, что если женщина стала свидетелем какого-то события, и если она передает то, что она увидела, из-за своего легкомыслия и пристрастия, она никогда адекватно не передаст. Богословы таким образом объясняют 1 Коринфянам 15, когда Павел пишет в Коринф, Павел пишет в Коринф о том, кто был свидетелем Христового воскресения. Он пишет, что сначала явился Кифе, потом Иакову, потом явился, говорит Павел, 12, потом явился более 500, что там написано, братьев. И ничего Павел не говорит о том, что Иисус явился женщинам, и что женщины были первыми свидетелями его воскресения. Историки утверждают, если бы Павел написал в Коринф, что женщины были свидетелями воскресения Христа, то Коринфская церковь сказала, он точно не воскрес. Если женщины говорят, что он воскрес, свидетельству женщины не доверяя из-за ее легкомыслия и пристрастия. Но мы видим, как уже в Деянии 1 написано, что не только ученики пребывают в горнице, но некоторые женщины, Мария, матери его и братья его, то есть церковь включает не только евреев и язычников, мужчин и женщин. Еще один важный момент в этой кайнонии, не только свободные, но и рабы. С рабством это вообще был момент очень сложный, друзья, потому что раб не просто не считался, что у него души нет, он вообще человеком не считался. Раб в римских документах проходит как дышащее средство. Читаем мы эти документы, мы видим, есть лопата, есть лошадь и есть раб. Это одно и то же. Раб продавался, покупался, он не имел права в брак вступать, у него не было частной собственности. И теперь церковь, новая община, которая впервые в истории включает в себя и рабов. И в Колоссяном 3.11 это революционный текст, уже нет ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного. Для Римской империи, друзья, это была угроза для сложившейся социально-экономической модели, которая там была. Потому что вся экономика работала на рабском труде. И теперь появляется община, которая говорит, что раб это тоже человек, что и мужчина, и женщина созданы по образу и подобию Божьему, поэтому они равны перед Богом. Что раб имеет душу, потому что он создан по образу и подобию Божьему. Это не вещь, это не дышащее средство. И соответственно мы относиться к нему должны таким образом. И это тоже экклесия, не только свободной, но и рабы. Еще один момент. Извне призванные не только благородные прослойки населения, но и отчужденные или отверженные. В частности, эти мытари. Это была отверженная прослойка. У них деньги были. Они не искали видеть Иисуса, чтобы хлеб кушать. Не искали видеть Иисуса, чтобы исцеление получить. А Закхея написано, искал видеть Иисуса, кто он. Самая правильная мотивация. Но Иисус приходит к нему в дом. Другие ропчут. Не только благородные, но и отверженные. Итак, слово экклесия, греческого происхождения, которое означает призванные извне. В самом слове уже есть смысл, что это не только евреи, но и язычники, не только мужской пол, но и женские, не только свободные, но и рабы, не только благородные прослойки, но и отверженные прослойки. И обратите внимание, и эта община благодаря Духу становится кайноничной. Внутреннее отношение в общине влияет на ее внешнюю привлекательность. Вот это очень важный момент, друзья, на который я обращаю ваше внимание. Если отношения в общине зипсути, как это зипсути, испорченные, это будет влиять на ее благовестие. Между тональностью отношений внутри общины и миссиональной привлекательностью общины есть прямая взаимосвязь. Потому что и это питает Дух Святой, и это питает Дух Святой. После Пятидесятницы вопрос политических амбиций больше не стоит. Вопрос, кто сядет по левую и по правую больше не стоит. Вопрос, кто из нас больше, также на повестке дня не появляется. И для нас это важно сегодня. Мы так мало проповедуем о том, как Дух Святой влияет на внутренние отношения в общине. Если еще на основании Деяния 1.8 мы говорим, что есть связь между крещением, исполнением духом и благовестием, то между этим и этим обычно редко мы видим эту связь. А на самом деле это потрясающее изменение. Как и рабы, и женщины. И эти все язычники и отверженные могли вписаться в эту новую общину только благодаря сверхъестественному действию Духа Святого. Между тональностью отношений в общине и миссионерской привлекательностью в общине есть прямая взаимосвязь. Еще один момент, который происходит. Дух Святой питает в них желание трудиться и формирует ощущение безотлагательности. Они не живут такими категориями, что третьи наши внуки дойдут до Испании, а наши правнуки придут там в Лидию. Они живут убеждением, что уже сейчас это надо делать, потому что Христос скоро приходит, а мир не спасен. Очень важный момент ощущения безотлагательности дает толчок. То, что мы называем апокалиптиком. апостолы в первом поколении уже дошли до границ империи. Это при том, что у них ресурсов не было, самолеты не летали, поезда не ездили, но вот это желание, Дух Святой сошел на меня, значит, я должен дойти до краев земли. Дух Святой коснулся меня, Он скоро восхитит свою церковь, и я хочу совершать это дело, поэтому все личные вопросы уходят на второй план. Эсхатология или апокалиптика, она правильно формирует приоритеты, ты понимаешь, что главное, что второстепенное, ощущение безотлагательности дает толчок. Помните, Павел хотел прийти в Испанию, считалось, что Испания на западе это край земли, и он пишет в Рим, что когда я предприму путь в Испанию, я приду к вам. Фактор сокращенности времени, он мобилизирует верующих. Ты осознаешь, что в условиях сокращенности тебе уже надо работать, поэтому ключевые слова ныне, сейчас, сегодня, они были для них важными. Все остальные вещи уходили на второй план. Но здесь есть минус. Когда у вас много работы, а мало времени, как вы эту работу сделаете? Когда много работы, но мало времени, как в этой классическом рассказе, конь пахал много, но не глубоко. мы не можем обвинить церковь в том, что они не глубоко пахали первоапостольскую, но они скорее заботились о своем поколении, чем думали слово передавать будущему поколению. Зная, что Христос скоро приходит, они не занимались канонизацией Нового Завета, они не формировали символы веры, они в принципе считали, что их задача весь провозглашать, а не осмысливать. То есть они были евангелистами, а не богословами. И только когда появятся ереси, греческое слово хайресис, то есть альтернативы богословские, они задумаются на том, что надо книги сложить Нового Завета, кристаллизовать, отобрать каноничные книги. И второе, надо какие-то символы веры сделать, заявить о себе. Ощущение безотлагательности дает толчок, но в условии сокращенности времени есть опасность, что мы будем спешить, что мы не грунтовно педидемо до наших обовесков, и это может сказаться на будущем поколении. Еще, что происходит очень важное, благодаря действию Духа изменился взгляд на материальные вещи. Вы помните, что у них был такой феномен, который назывался обобществление имущества. Они ничего не называют своим. Некоторые говорят, что они копировали пифагорейские и эсейские общины, которые к этому времени уже практиковали обобществление имущества. Другие говорят, что это был неправильный эксперимент, который обернулся нуждой для Иерусалимской церкви, потому что в деяниях в дальнейшем апостолы ездят по всей Римской империи, собирают деньги для Иерусалима. Некоторые ученые говорят, это результат неправильного подхода к материальным вещам. Это неправда. По большому счету, и это, конечно, нехристианский коммунизм. Знаете, что коммунизм занимался обобществлениями имущества насильственно. У людей забирали эти вещи. Я сам брал интервью у бабушек и дедушек, которых больше 85 лет. Одна бабушка рассказывает мне, говорит, моя матка была бедова. 32-й год это был. Я говорю, что значит бедова? Кажет, а у нас было шестеров в семью, и отец там погиб, и говорит, мать спрятала на чердаке 40 килограммов зерна. И пришли представители революционного комитета, назывался Ревком, и комитета бедноты, назывался Комбед. И они пришли и говорят, а у вас тут есть зерно? А мать говорит, давайте так, хлопцы, вот тут дробына, лестница, я тут сокиру поставлю, топор поставлю. Если вы полезете на чердак и найдете зерно, вы меня зарубаете, если не найдете, я вас зарубаю. И она говорит, хлопцы, билетой, и дробыны покрутилась, покрутилась и пошла. И она говорит, ты понимаешь, что значит, моя матка была бедова? И говорит, мы шестеро выжили из-за того, что там было 40 килограммов зерна. Вот так происходило об обчислении имущества. Никто никого не спрашивал. Люди прибегали к ранним методам, чтобы сохранить себе жизнь и сохранить жизнь своих детей. И вопрос в чем? Это не был коммунизм. Это было радикальное проявление заботы и любви друг о друге. Интересно, что когда Павел говорит слово кайноникус на греческом это щедрость. И он использует к слову щедрость именно это понятие. Но Дух Святой формирует правильное отношение к материальным вещам. Материальные вещи это не самоцель, это средство для миссии. Они понимают, что земля и все дела на ней сгорят, земля и все хамеры на ней сгорят, земля и мерседесы все на ней сгорят. Когда-то мы этим увлекались, отец мне говорит, или нас пацанов собрал и говорит, земля и все хамеры на ней сгорят. И вот вопрос в чем? Материальные вещи это не самоцель, это средство для миссии. Что произошло? Ученики спромоглись разделить такие понятия как прихоть и как потребность. Это одна из самых главных вещей, которую нам надо сегодня проповедовать. Разделить прихоть от потребности. Что такое прихоть? Это то, без чего можно обойтись. В русском написано в синодальном переводе пришельцы между ними стали обнаруживать прихоть. число 11-4. А вместе с ними сыны Израилевы сидели и плакали и говорили кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, прихоть, то, без чего можно обойтись. В украинском переводе потрясающе написано «Сбиранина помеж ними почала вырядувати». Вы слышали такое слово «верядувати»? Кто такой вырядливый? Тот, которому тяжело угодить, капризный. И вот очень важный момент. Дух позволил им разграничить, где то, без чего можно обойтись и где то, без чего обойтись нельзя. Вот мы в Украине живем, мы бы там где-то хотели на газ нажать на этот, а у нас страна такая не позволяет нам. Там нетрудно войти в Царство Небесное, потому что написано «богатому трудно войти в Царство Небесное, нам там нетрудно, и я чувствую, что будет еще легче вскоре. А вот некоторые люди там им труднее войти, прихотливые. Это очень сложный вопрос. Знаете, я помню, когда я в брак вступал, и моя жена говорит, слушай, неплохо бы купить стиральную машинку-автомат, чтобы она стирала. А моя бабушка 24-го года рождения говорит, что с тобой прихотлива попала? я подумал, стиральная машинка-автомат это прихоть или потребность? Для бабушки, которая там в воду с крыны циносыла, стирала с этого, для нее стиралка вот такого вида это прихоть. Для моей жены это потребность. Этот вопрос не так просто разграничить, Дух Святой должен указать. Или вот приходит к пастору, человек и говорит, еду на векейшн на три недели в Египет, благослови. Это прихоть или потребность на три недели в Египет полететь? Да, на изучение Писания. Что? Что это такое? И проблема в чем, друзья? Когда мы говорим об украинцах, это отдельная тема, и вот прихоти, приехал я к своим этим казанам в Вашингтон, они сидят, сидят и говорят, я вот трубу там такую на машину купил, чтобы доренчало, 560 долларов, а то сидит другий и говорит, да то это же погано, за 680 это классная труба. И я слышу, говорю, хлопцы, там у меня нет очей в небо, когда поднять. И я вот это думал бы о трубе, которую мне на машину, думал бы, какую трубу поставить на машину. Это очень важный момент. Едем мы в маркет с женой скупляться, она мне дает список, раз в две недели обычно совершаем такой акт. И она дает список, что надо купить сотню позиций. И я включаю от Духа Святого вот этот режим, отделяю прихоти от потребности. И это непросто. Вы помните, когда Сократ говорил в такую фразу постоянно, в моей жизни есть так много вещей, от которых можно отказаться. А когда он умер, у него нашли хитон, двое сандалей и котелок для приготовления пищи, такой чугунок. А фраза какая? В моей жизни есть много вещей, от которых можно отказаться. Это Диоген Синопский жил в бочке. Пришел к нему Александр Македонский и говорит, я великий завоеватель, проси, что хочешь. А он говорит, и дын, и затуляй солнце. И потом Аристотель мыслит над этой проблемой, прихоти и потребностей и говорит потрясающую идею. Он говорит, не ищи, что приятно, ищи то, что избавляет от неприятностей. Вдумайтесь в эту фразу. Не ищи, что приятно, ищи то, что избавляет от неприятностей. И это позволяет разграничить одно от другого. Но эту тему можно продолжать. Есть, наверное, какие-то критерии, которые позволят определиться. Я много проповедую об этом. Как отделить прихоть от потребности. Потому что люди рабами стали. Он видит в соседа Хонду 2018 года, а у него 16-го. Он идет на третью работу, рано встает, поздно просиживает, ест хлеб печали. Хонда в соседа третья. И я вообще думаю, что украинцам особенно надо постоянно петь песню Веры Кушнер. Мы у Бога опросить об одном лишь надо, о любви, что все переносит, и чужому успеху рада. Потому что если на это еще накладается вот это, у нас это называют прибедняние, то есть Бог дает благодать, а человек начинает говорить. Вот я видел там Тенсгивен, стали молиться за пищу. Боже, благослови крыхты с этого скотола и накорми наши немечные тела. Я сразу на эти крыхты подивился, а потом еще на немечные тела гляну. Они не могут одномоментно к этому столу подойти. Такие, как у нас говорят, распространился в пределах. Но молитва, но молитва какая, немечные тела, все в уменьшительных тонах. Это что-то западноукраинское. Я приехал на Волынь, и мой казан построил трехэтажный дом, и кажу ему, ты молодец, так такую хату побудовала. Він каже, то что там, две цеглины. То есть, вот оно есть, но это все в уменьшительных талах. Подошли к машине, к мерседесу, каже, присунулся на тему, корчи сегодня. Ну, конечно, я нарисовал такую картину. Растут у меня дети, дети растут, я стараюсь, как родитель, для них все. А сынок подходит, каже, папа, спасибо, что я сегодня с голоду не помер. Я думаю, Бог нам все это дает, и это все благодать, все есть, а мы в таких тональностях, цеглинка, корочка хлеба, на самом деле надо называть вещи своими именами. Даже в идентичности есть такое понятие, чем 50-ник от харизмата отличается. 50-ник называют существующий как несуществующий, а харизмат несуществующий как существующий. И вот эти фразы там, у нас невеличка церковь, 800 людей, и цего року мы христили 83 души, небагато, бо в 90-ти мы христили больше. Это все, конечно, у нас на востоке Украины харизмат, извините, он еще в порванных носках, но он провозглашает, что на белом Мерседесе въезжает трехэтажный дом, ничего еще нет. Не существующий как существующий. И здесь есть какой-то баланс. И вот Дух Святой позволяет разграничить одно от другого, чтобы нам не заниматься тем, что не будет иметь ценности в контексте Царства Божьего. И имея то, что нужно для потребностей инвестировать в его Царство. И последнее, что питает Дух Святой Первоапостольской Церкви, так это способность Церкви проходить через гонение. Благодаря Духу они не просто исповедуют имя Иисуса, они проходят через гонение. И это, конечно, меня всегда потрясало. Недавно одного пастора в Америке, в Ираке, он сам американец, приговорили к смертной казни и вывели на Эшафот, чтобы убивать. Он вышел и улыбается. Я посмотрел на это, думаю, тут жена что-то не так скажет, и уже не улыбаешься. А этот человек, которому сейчас, ему 28 лет, у него трое детей, его сейчас убьют за Слово Божие, он улыбается. А знаете, почему он способен на это? Потому что в гонениях открывается такая опция, которую не могут понять люди, находящиеся в свободе. И Дух Святой дает способность переносить гонения. Одна из причин, почему на славянский мир Дух Святой изливается в 20-е годы 20-го века, чтобы приготовить церковь к гонениям 30-х. И церковь, которая переживает вот этот опыт в 20-е, она способна с высоко поднятой головой. Вот украинскому боксеру такому Александру Усику приписывает слова «Не проси ношу полегче, проси плечи покрепче». Не проси ношу полегче, а плечи покрепче. Что делает Дух Святой? Он не ноши убирает, а он плечи делает мощными, крепкими. И когда мы смотрим на фактор гонений, Дух питает их, делает их способными. Петр тут боялся исповедовать имя Иисуса перед служанкой, тут его в 4-й главе берут, в 5-й берут, потом в 12-й Ирод 16 воинов приставляет к нему, эти двери, запоры все, чтобы закрыть его там. Иакова убили, церковь прилежно молится, а Петр спит. Вот это меня всегда больше всего удивляло. Ему завтра на казнь, а он спит. Обычно какая ситуация? Ты попадаешь в плохую ситуацию, ты молишься, а церковь спит. А здесь другая ситуация. Церковь молится, а Петр спит, причем спит так, что в 7-м стихе 12-й главы написано, что когда свет воссиял от ангела, Петр не проснулся. Петр проснулся только тогда, когда ангел шурхнул его в бик. И то, как говорят у нас, поднять подняли, разбудить не разбудили. Собственно, Петр пришел в себя только на улице и сказал, теперь я точно вижу, что это ангел Господень меня вывел. Но как можно спать, если тебя завтра выведут на эшафот? Это сверхъестественная способность Духа переносить гонения. Я позавчера летел, или вчера летел, и я не мог уснуть прошлую ночь, потому что надо вставать рано на самолет. А здесь спит человек. Ну, богословы это объясняют. Иоанна 21-18, когда ты был молод, припоясывался и ходил, куда сам хотел. А когда состаришься, другой поведет тебя и припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. И объясняется, что на тот момент Петр еще не состарился. Но у Ирода конкретные планы. Но Господь разрушает эти планы. И Петр выходит, а в римском праве было такое предписание, если солдат не удержал увязненного, заключенного, наказание заключенного переходит на солдата. Это не было прихоть Ирода убить 16 солдат. Это было действие римского права. И потом черви съедают Ирода. Обычно я задаю три вопроса в этом смысле. Первый вопрос. Почему черви не съели Ирода, прежде чем Иаков был убит? Бог же мог сделать так, чтобы черви съели раньше? Как они съели? Иосиф Лавий пишет, что кишечные глисты парализовали проход желудочный, и Ирод от этого умер. Ирода гриппа первый. Второй вопрос. Почему ангел, который вывел Петра, перед этим несколько ночей не вывел Иакова? Разве Бог не мог сделать так? Представь себя на месте детей Иакова. Петра ангел выводит, Иакова не выводит. Третий вопрос. Почему черви сели Ирода после того, как он не воздал славу Богу, а не после того, как он убил Иакова? Эта сфера называется мартирология. Вот там в греческом написано, выпрямите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне мучениками. Мартир это мученик. И когда мы становимся на территорию мученичества, мы ничего не можем сказать рационально. Две вещи, которые мы можем сказать. Первое, когда ты приходишь в гонение, Бог дает тебе уникальную способность проходить через гонение. Люди в свободе этого не поймут. И второе, евреям 11 глава, автор послания говорит, что были люди, которые верою побеждали царство, получали мужей своих живыми. Вот жена Петра получила своего мужа живым. А другие той же самой верой были перепиливаемы, погибали от меча, вот Яков погиб от меча и так дальше. То есть не надо думать, что у одних было больше веры, а у других веры было меньше. За одних церковь молилась эктенос на греческом, то есть прилежно, а за других не молилась вообще. И там была вера, и там была вера. Мы не можем, когда говорим о гонениях, понять все рационально, но если Бог допускает гонения, Он дает ресурс для их преодоления. Итак, последствием крещения Духом Святым для апостолов стало дерзновенное благовестие, стала способность навести гармонию среди такого разношерстного общества и убрать политические амбиции и другие вопросы. стало ощущение безотлагательности, которое дало толчок, и они больше не ловили рыбу, как это произошло после смерти Иисуса, когда они говорят, иду ловить рыбу, и всем человекам говорят, идем мы с тобой. теперь они чувствуют мало времени и идут до краев земли. Результатом стало разграничение материальных ресурсов, понимание того, что материальные средства это не самоцель, не надо убиваться, чтобы их достигать, надо исполнять миссию Бога, и это позволяет разграничить прихоть и потребность. И в конце концов последствием крещения Духа станет способность перенесения гонений в негативных обстоятельствах. Я скажу, друзья, что мы сегодня вот этот options открыли очень мало. Это то же самое, если у меня шестой айфон, а я по нему только звоню. Тут еще есть целая масса опций, которые можно использовать для блага. Когда мы получили Духа Святого, такое впечатление, что мы пользуемся им только в малом проценте. А он сегодня воздействует на это все. Это я еще ничего не говорю о духовных дарованиях, о том, что благодаря Духу Святому открывается потрясающая галерея проявлений и опций, которые он дает для нас. Поэтому есть куда двигаться, и первоапостольская церковь в этом смысле для нас огромный пример. Хорошо, я пока приостановлюсь, потому что дальше мы перейдем к четырем моделям, которые выработала церковь в миссии на протяжении 20 веков. Потом мы поговорим с вами о пятидесятнической теологии миссии, кратко, и о практике, как это происходило в 20 веке. И перейдем к современной миссии, ее трудностям, почему изменилось мировоззрение, и, конечно, к практике. Но это будет позже. Есть ли у вас вопросы? Когда мы говорили о ветхозаветнем исполнении миссии и выражении и новозаветнем, наша тема называлась «Миссиональное прочтение Писания от Авраама до новозаветной церкви». Продолжение следует...